В Азбесте обновился состав школьной думы. Депутаты, старшеклассники, представляющие интересы своих школ. Всего их 14 человек, срок полномочий 2 года. В конце сентября почти 2000 подростков старше 14 лет приняли участие в выборах. За место в думе школьников боролись 58 кандидатов. Я люблю свою страну, я люблю наш город, люблю свою школу и поэтому готова взять ответственность за решение вопросов, касающихся как моей школы, так и других образовательных организаций. Если говорить про свою школу, то хотелось бы рассмотреть вопросы касательно ремонта, если точнее, то ремонта здания и территории. Для чего я захотел стать депутатом? Для того, чтобы посмотреть, как работают настоящие профессионалы своего дела, получить в них опыт, какие-то, возможно, навыки и чтобы они рассказали мне, как приходят принципы работы. Все, я думаю, прекрасно знают, что гордость нашего города, на мой взгляд, многие согласятся, это аллея мира. Она прекрасна, она безупречна. Однако, к сожалению, там многие скамейки на данный момент уже разломаны. Они там выкручиваются, там болтики легко достаются и, к сожалению, они в радостное состояние находятся. Это такое, пока что начальное предложение, то, что именно новые скамейки. Школьники не считают выборы в свою думу веселой игрой. Здесь все по-взрослому. Предвыборная агитация, работа избирательных комиссий, подсчет голосов. Также по-взрослому путем голосования выбран председатель, его заместитель и секретарь думы. Для чего я баллотировался на пост депутата городской думы школьников Икс-Сызыва. Исполнение, так сказать, мечтаний моих избирателей, то, что они попросили, я постараюсь сделать. Не факт, что это получится, но, по крайней мере, постараться тоже стоит, так как ошибка за ошибкой, мы придем к успеху. Оформление зоны отдыха в школах. Оформление внешнего вида школы, то есть украшения школы на праздники. О своих проектах я могу сказать то, что входят мероприятия такие, как День именинника, черт-лидеры, комната отдыха и создание группы по волонтерскому движению, чтобы как раз-таки помогать городу за счет них, так сказать, чтобы они, например, в субботники ходили, на которых я также хотел бы присутствовать. Накануне вновь избранные депутаты встретились с главой Азбеста Натальей Тихоновой и председателем Думы Леонидом Ремезовым. В городе Азбесте есть свои даже, можно сказать, определенные талисманщики городской думы школьников, десятый созыв, юбилейный созыв. Очень бы хотелось, чтобы у нас в Свердловской области, ну, соответственно, город Азбест, он всегда был в лидерах, вы поддержали эту идею по школьному инициативному бюджетированию, когда именно вы, школьники, будете решать, что нужно изменить, как это нужно сделать, что необходимо вам. Символично, что в год педагога и наставника старшие депутаты готовы взять шефство над школьниками, вместе решать не только школьные, но и городские проблемы. Тот депутат, который у нас избран от своей школы, соответственно, это те направления работы, которые вы будете уже как раз предлагать и продвигать в интересах своей школы. Понятно, что обсуждать мы на своей деле, но мы со своей стороны уже депутатов будем поддерживать. Ну, и я бы хотел, наверное, предложить немножко другой формат, в том плане, то, что да, мы вот сегодня в таком виде и так встретились, но если не на ближайшей, то есть сегодня как раз у нас рассматриваются бюджеты, то уже на ноябрьском заседании Думы, когда мы уже первое чтение будем рассматривать, то есть пригласить наших молодых депутатов уже на заседание городской Думы, ну и уже где-то даже может предложить какие-то свои предложения к рассмотрению. После встречи для школьников провели экскурсию по администрации и Думе. Ребята познакомились с функциями и полномочиями чиновников. В планах – встречи с коллегами-депутатами из города и региона.